На юго-востоке области развивается новый туристический бренд. Северная Трехречья объединила шесть муниципальных образований. Бренд создан для продвижения туристических маршрутов на этой территории. Но участники Трехречья пошли еще дальше. Они решили сделать свой бренд не только интересным, но и визуально узнаваемым. Что из этого получилось в материале Елены Кермич. Узнаваемый, яркий, интересный, необычный, современный. Свой яркий символ, как вишенка на торте. Теперь о Северном Трехречье не только слышат, его знают. Когда мы вместе, когда мы в Северном Трехречье, когда мы предлагаем продукт, который связан не только с тем, что приедут на территорию Коряжма, не только с тем, что приедут на территорию Котласа, а приедут в Котлас, посетив Красноборский район, проехав по территории Коряжмы, далее проследовав Филиготский район, вот это уже интересно. По-особому позиционировать туристский бренд решили в Котласе. Идею в жизнь внедрили дизайнеры из Москвы. В основе знака три реки. Это ключевой символ территории. Обрамлением для них служат кроны из клюквы. Именно эта ягода ассоциируется с севером. Для того, чтобы привлечь внимание, нужно использовать все органы чувств, в том числе и вкус, и осязание, и запахи. Я сегодня хочу продемонстрировать наш символ, который уже выражен в такой красивой броши, который украшает наши костюмы, и по которым нас уже легко вычисляют на выставках, что вот это юг Архангельской области присутствует здесь. Эффектная брошь, красочная открытка или календарь. Вариантов применения брендбука много. Использовать его могут не только специалисты туристско-информационных центров, но и предприниматели, общественники, мастера. Кстати, одними из первых идею подхватило Котловское собрание депутатов. Мы решили, что покажем пример другим территориям на юге Архангельской области, которые входят в Северное Трёхречие, применив бренд Северного Трёхречия, цветовую гамму Северного Трёхречия, для того, чтобы использовать наши презентационные продукции. Чтобы не только позиционировать себя в составе Северного Трёхречия, но и сохранить свою индивидуальность, шесть городов и районов Южного Куста могут добавлять в символику свои штрихи. Например, в Коряжме это может быть картон, бумага или кедровая шишка. В Красноборском районе – птица или белый гриб. Для Велегодского характерен лён, для Ленского – снежинка. Елена Кермич, Алексей Вачек, Регион 29.